Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Егорова Весьма взрослые показатели, более характерные для автомобилей класса Е, то есть бизнес-класса полноразмерных седанов. Что касается кузова, качества и толщины лакокрасочного покрытия, то здесь сюрпризов не будет. Окрашен с H200H, как и подобает Lexus, весьма качественно. Толщина лакокрасочного покрытия будет стандартна для большинства японских автомобилей от 90 до 140 микрон при проверке толщиномером. Кстати, имейте в виду еще один момент. Капот и крышка багажника на этих машинах сделаны из алюминия, поэтому если ваш толщиномер не умеет распознавать цветной металл, скорее всего он покажет вам прочерки на этих элементах. Имейте в виду, если будете производить осмотр самостоятельно. Ну а что касается коррозии, то как и в случае с любым другим автомобилем, которому уже исполнилось 10 или более лет, не рекомендуем пропускать такую фазу, как осмотр на подъемнике. Смотрите арки, пороги, ну и конечно днище автомобиля. Хотя у большинства подобных авто по части ржавчины все должно обстоять благополучно. Ну а теперь перейдем непосредственно к осмотру Lexus CT200H изнутри и начнем с багажника. Хоть это и имиджевый премиальный хэтчбэк, но все-таки хэтчбэк, а хэтчбэк предполагает некоторую практичность. В сухих каталожных цифрах объем багажного отделения Lexus при поднятых спинках задних сидений составляет 375 литров. Цифра достаточно небольшая, что в принципе беглый осмотр багажника и подтверждает, даже визуально бросается в глаза, что высота багажного отделения здесь очень и очень скромная, порядка 61 сантиметра. Ширина багажного проема по широкой нижней части 95 сантиметров, а длина по полу при поднятых спинках задних сидений это порядка 80 сантиметров. Так что если вам необходимо перевести какой-то более объемный или более габаритный груз, складывайте спинки кресел. В этом случае объем багажного отделения увеличится до почти 980 литров, а погрузочная длина составит порядка 155 сантиметров. Что касается каких-то дополнительных фишек по багажнику, то в данном случае можно отметить разве что достаточно объемную пластиковую нишу в подполе, что называется, под которой у нас располагается вместо запасного колеса только ремкомплект в виде компрессора герметика, ну и сопутствующий инструментарий, домкрат, вороток, а также буксировочная петля. И небольшую, не особо глубокую нишу с правой стороны, куда можно разместить либо какие-то маленькие небольшие флаконы с той же самой полиролью, либо, например, тряпки. Также к услугам будущего владельца Lexus CT200H 4 проушина для фиксации груза. Но на этом, пожалуй, и все. Так что, если ваша основная потребность это перевозка груза, то следует выбрать другой автомобиль, например, Corolla Fielder Hybrid или что-то подобное в форм-факторе обычного универсала. Первое, на что обращаешь внимание, попадая в салон Lexus CT200H, это профиль кресел, кресла имеют четко выраженный спортивный уклон. Здесь очень развитая боковая поддержка, как на спинке, так и, собственно говоря, на сиденье. В нашей комплектации нет электрорегулировок, сиденье регулируется только механически, при этом диапазон регулировок весьма обширный на самом деле. Мне с моим ростом 1,86 м удалось подобрать вполне оптимальную посадку и, отодвинув сиденье до упора назад, я практически выпрямляю в колене левую ногу. Также стоит отметить, что в данном случае у нас есть механическая регулировка рулевой колонки как по наклону, так и по вылету, что в сочетании с наличием достаточно большого количества регулировок кресла позволяет подобрать для себя оптимальную посадку за рулем. По части обзорности здесь все достаточно неплохо с поправкой на изначально заточенную под спорт концепцию автомобиля. Линия остекления достаточно высокая, приборная панель здесь находится гораздо выше, чем, например, подоконники дверей, и все это дело добавляет некого ощущения кокпита истребителя, когда вы находитесь в этом автомобиле. Что касается опоры для локтей, здесь очень удобный подлокотник, как с правой стороны, так, собственно говоря, и с левой вся центральная консоль. Это, по сути, один большой подлокотник для водителя. Проблем с тем, куда пристроить руки в дальней дороге, здесь не будет. Что касается клавиш и органов управления, по части кнопок здесь все достаточно неплохо обстоит. Их довольно обширное количество, но все это дело логически очень хорошо сгруппировано. Панель климата имеет у нас графический интерфейс, очень читабельный, хороший, приятный шрифт с белой подсветкой. Скомпоновано все это дело вполне себе удобно. Единственный момент, что клавиши здесь так или иначе, но тактильно все же трудно различимы, и не глядя на консоль, вполне может быть, вам и не удастся с первого раза найти нужную кнопку. Хотя здесь есть авторежим, поэтому обращаться непосредственно к каким-либо регулировкам в ручном режиме, отдельными клавишами, вам вряд ли придется. И связанный с климатом, один небольшой совет. На этих автомобилях очень часто владельцы, так или иначе, сталкиваются с проблемами по части вентилятора-отопителя, который на относительно небольших пробегах может начать шуметь по причине износа втулки. Поэтому при осмотре понравившегося Lexus обязательно прогоните вентилятор по всем скоростям движения. Крайне желательно сделать это как на прогретом салоне, так и на холодном салоне тоже. И в случае, если будут какие-то посторонние звуки при работе, это будет повод поторговаться с продавцом на ремонт, либо замену мотора-отопителя. Под аудиосистемой расположены клавиши управления подогревами сидений. Вернее, не клавиши, а маленькие утапливаемые поворотные ручки, точно такие же, которые мы можем найти в любом другом автомобиле Toyota, например, в том же Land Cruiser 200. Режимы работы автомобиля, экономичные, обычные, либо спортивные клавиши принудительной активации режима движения только на электротяге. Ну и, конечно, довольно интересная форма селектор управления режимами коробки передач, скажем так. Он достаточно удобный, все очень легко переключается, интуитивно понятный, вопросов здесь нет. Под левой рукой располагается также джойстик управления мультимедийной системой и клавиши, позволяющие вам либо закрыть монитор полностью, либо поменять угол его наклона. Под отдельной крышечкой выход AUX USB и розетка на 12 вольт. Есть два подстаканника в центральной консоли и небольшой бокс в подлокотнике. Сам по себе бардачок открывается отдельной клавишей. Он очень небольшой, очень неглубокий и положить сюда что-то более или менее глобальное у вас вряд ли получится. Сверху у нас, собственно говоря, плафон освещения и небольшой подачечник. Вот, пожалуй, и все. Салон в нашем случае не кожаный. Это отделка материалом, напоминающим алькантару. Очень на ощупь приятная, тактильно тоже. И, что самое немаловажное, не скользкая. Ну, а теперь давайте посмотрим, как Lexus CT200H воспринимается со стороны задних пассажиров. А по части задних пассажиров, скажем так, все обстоит не очень здорово. Особенно, если ваш рост достаточно большой. При моем росте 1,86 м, сам за собой я усаживаюсь едва-едва. Колени очень сильно упираются в спинку переднего сидения, хотя здесь есть выемка отформованная, собственно говоря, для возможности поставить ноги. Есть подлокотник под правую руку, клавиши управления стеклоподъемником с авторежимом. И само заднее сидение значительно уступает в плане удобства переднему. Спинка стоит вертикально, ее наклонить здесь уже не получится, она нерегулируемая. Но, по крайней мере, здесь нет ни тоннеля на полу, ни четко выраженного профиля заднего сидения под двух сидаков. Правда, опять же, если говорить про трех человек, которые могли бы сюда уместиться, то это будут либо люди достаточно не крупной комплекции, либо дети. Никакого подлокотника для задних пассажиров в нашем случае производитель также не предусмотрел. И чисто субъективно, место сзади в Lexus CT200H достаточно мало, по крайней мере, точно меньше, чем в F-серии трешки BMW. Что касается силовой установки, то ее Lexus CT200H позаимствовал у 30-ки Prius. В данном случае в качестве бензинового двигателя используется два ZTR FXE, рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров двумя распредвалами, фазовращателем на впуске, цепным приводом ГРМ и гидрокомпенсаторами зазоров клапанов. Впрыск топлива здесь самый обычный распределенный. Двигатель объемом 1,8 литра выдает 99 лошадиных сил. В версии для использования в составе гибрида у этого мотора, по сути, нет навесного оборудования, по крайней мере, никаких приводных ремней. В данном случае компрессор кондиционера электрический, насос системы охлаждения тоже. Также здесь нет никакого гидроусилителя, усилитель электрический, расположенный непосредственно на рулевом валу. В версии для использования в гибридных установках этот двигатель практически лишен навесного оборудования, здесь нет никаких роликов, приводных ремней и так далее. Компрессор кондиционера, усилитель руля и также помпа на двигателе здесь электрические. В паре с двигателем работают также два электромотора. Мотор-генератор 1 выступает в данном случае в роли генератора, а также в роли передаточного звена между двигателем и планетарной передачей редуктора, который в данном случае выступает в роли трансмиссии. Именно с его помощью меняется передаточное число оборотов двигателя на колеса. Есть также мотор-генератор 2, который в данном случае используется для трогания с места и движения на небольших скоростях до 45 км в час. И высоковольтная батарея, расположенная над задней осью. Данная комбинация вкупы с работающим по циклу Аткинсона бензиновым двигателем позволяет максимально полно использовать всю энергию сгораемого топлива. И позволяет всей силовой установке функционировать в оптимальном режиме, что собственно и обеспечивает этому автомобилю интересные показатели топливной экономичности. Порядка 4-4,5 литров на 100 км пробега в городском цикле. С точки зрения надежности к 2ZR FXE по сути дела есть только одна претензия. Сам по себе этот двигатель способен отработать под 300 тысяч километров пробега и в некоторых случаях даже больше. Но на пробеге значительно ранее этого некоторые владельцы сети 200H так или иначе сталкивались с расходом масла на угар. И от замены до замены доливали что-то порядка литра полутора. Проблема этого двигателя кроется в не очень удачных маслосъемных кольцах, которые достаточно быстро залегают. Особенно если предыдущий владелец слегка подогрел силовой агрегат. Также на этом моторе присутствует система EGR, за которой нужно смотреть, чистить периодически и вообще поддерживать в исправном состоянии. Что позволит минимизировать вред от процесса нагарообразования внутри двигателя. При осмотре понравившегося экземпляра также обращайте внимание на отсутствие течи антифриза. Чаще всего здесь проблема в теплообменнике. При эксплуатации подобной машины также помните, что контуров системы охлаждения у вас два. Жидкостное охлаждение имеет также инвертор. Соответственно и у него тоже, как и у бензинового двигателя, есть своя помпа. За исправностью которой очень желательно поглядывать, дабы избежать последующей весьма недешевой замены инвертора. Ну а что касается самой высоковольтной батареи, в данном случае она состоит из ячеек. И в случае выхода из строя отдельных ячеек вы можете их заменить. Так же, как это происходит и на Prius. Однако, почему-то по статистике владельцы Lexus CT200H так или иначе чаще сталкиваются с необходимостью вмешательства в высоковольтную батарею на меньших пробегах по сравнению с Prius. Быть может, сказывается более агрессивный стиль вождения. Как бы то ни было, покупку подобного автомобиля крайне желательно осуществлять после диагностики в профильном сервисе, который специализируется именно на тойотовских гибридах. В остальном же, будучи приобретенным в исправном состоянии, CT200H будет очень долго радовать вас безотказной работой силового агрегата. Ну а по части надежности коробки передач, если так можно выразиться, вообще никаких проблем возникнуть не должно. По сути дела, коробка на этой машине это планетарный редуктор и два электромотора. Выходить из строя там практически нечему. Если по части силовой установки родство Lexus CT200H и Toyota Prius обнаруживается невооруженным взглядом, то вот по части подвески эти автомобили разные. Хотя спереди здесь используется та же самая схема McPherson, но задняя подвеска очень сильно отличается. Нижние шаровые опоры в передних рычагах, кстати говоря, на этих автомобилях, как и на большинстве Lexus и Toyota, вы можете поменять отдельно. Не обязательно покупать весь рычаг в сборе. Однако большая часть владельцев подобных автомобилей, как правило, сталкивалась лишь с необходимостью обслуживания стабилизатора поперечной устойчивости в плане стоек и втулок. Также достаточно часто отмечались вопросы по ступичным подшипникам. Так что при осмотре подобного автомобиля на всякий пожарный проверьте ступичные на отсутствие люфта или гула. Каких-либо явных вопросов по ресурсам компонентов передней подвески, прочим, таким, как те же самые шаровые опоры, либо амортизаторы по этим автомобилям нет. Рулевая рейка, самый дорогой компонент любой ходовки на этих автомобилях, электрическая и при этом достаточно крепкая. Проблемы по самой рейке возникают крайне редко, но вот стук в рулевом, это достаточно хорошо знакомая ситуация практически любому владельцу CT200H. Основная причина этого стука кроется в рулевом валу, а конкретнее, чаще прочего, повинен в этом бывает рулевой карданчик, который не так дорого стоит и меняется, в принципе, отдельно. Кроме того, в некоторых случаях помогает и подтяжка крепежа. Так что, если вы обнаружили стук в рулевом на своем Lexus, то прежде чем сдавать всю рейку в переборку, попробуйте исключить наиболее дешевые и, кстати, наиболее вероятные причины. Пока мы находимся в передней части автомобиля, пару слов про дорожный просвет. Если вы планируете использовать подобный автомобиль в регионе, где все не очень здорово с дорожным покрытием, то вполне возможно придется поискать какой-то другой вариант. Клиренс у этого автомобиля достаточно небольшой. Низшая точка в данном случае это пластиковый брызговик под передним бампером. От него до земли всего 10 сантиметров. Не особо выше этой отметки располагается и штатная пластиковая защита. Поэтому дважды подумайте, прежде чем пропускать препятствия между колес на этом автомобиле. Ну а что касается задней подвески, то здесь как раз и кроется ключевое отличие этого автомобиля от доноросиловой установки 30-го Prius. В данном случае вместо балки у нас используется многорычажная схема, что положительным образом сказывается на устойчивости и управляемости автомобиля на трассе и в поворотах, но делает заднюю подвеску конструктивно сложнее. Поэтому при осмотре подобного автомобиля обратите внимание, чтобы все сайлинблоки сзади находились в исправном состоянии. Хотя надо отдать должное, до пробега в 200 тысяч километров практически все задние подвески способно дожить. Исключение все те же втулки и стойки заднего стабилизатора. На этом наш сегодняшний обзор подошел к концу. Надеемся, у вас появилось общее впечатление о том, что представляет собой Lexus CT200H. Если вас заинтересовал конкретный автомобиль, находящийся на нашем подъемнике в данный момент времени, есть шанс, что к моменту выхода этого видео в эфир машина еще будет находиться на продаже в нашем автосалоне в городе Новосибирске. Задать все интересующие вас вопросы, включая стоимость автомобиля, вы можете, воспользовавшись контактной информацией под видео. Пишите, звоните, не стесняйтесь задавать вопросы. Кстати, если у вас был или есть до сих пор подобный Lexus, и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, соответственно, вам есть в чем нас поправить, чем нас дополнить, укажите это в комментариях, поскольку людям, задумавшимся о покупке подобного автомобиля, именно ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале. Пока!